Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вчера я записывала видеоролик небольшой о капельном поливе, о том, что в прошлом году у нас был первый раз в жизни, первую жизнь капельный полив, что ни у кого соседей даже мы не видели. Но ролик я записала, показала только в теплице, как ленты лежат. А многие люди хотят более подробный, а так как у меня он получился очень поверхностный, я сегодня снимаю добавку, и вот уже я записала несколько кусочков нарезков, как трубки входят там туда, как там подсоединяются, как это везде идет, ну, как сказать, развилочки вот эти. И сейчас я хочу сказать во вступлении немного, какие могут быть трудности с началом вот этого капельного полива. Не знаю, как у других, у нас самое сложное было, это найти вот эти самые бочки. Где их брать, где их искать. И вот у нас большая трудность была, муж взял бракованные, ну, вот где-то там выбрасывали вот такими, короче, дырявые. Мы их заклеивали, у одной в дне дырка, у другой там. Ясно, что с дырками никому людям бочки не нужны на предприятии, они их отдавали, все. И еще одна проблема, что они все были из-под, ну, какое-то масло там, лукоил, что ли. Их очень сложно было промыть. Так, все, промыли. Обязательно нужно, чтобы крышка была, чтобы сок туда не падал. Взяли, залепили дырки, промыли. Все вот это вот он подвел, это он сам все сделал. Все. И, конечно, все это вот, если бы было, например, приходишь, и тебе готовый вот такой комплект. Вот бочка, вот подставки. Все эти подставки, ясно, что самодельные, пришлось сделать сами. Но мы привыкли к таким самоделкам, мы стараемся сами все изготовить. Это называется как, ну, такого все, на примитивном уровне. Я не знаю, есть ли готовые комплекты с емкостями, с подставками. Но все это мы делали первый раз, все делали сами, сделали удачно, мне очень понравилось. И сейчас после вот этого видео, вы увидите, там небольшие нарезочки, как она подходит туда, что через подкупчик, как там все, ничего сложного нет. Но я сразу скажу, у нас самая такая простейшая вот эта лента, которую можно случайно и разрезать, как-то, может быть, порвать. Но у нас вот она год отслужила, не было никаких проблем. А вообще, конечно, я очень долго сопротивлялась, не хотела всего этого. Ну, это же все хлопоты, все, надо где-то места искать. Вот муж подходит, ну, где будут бочки стоять? Я говорю, я не знаю, мне там места жалко, и там места жалко, все. Ну, это хорошо, когда одна теплица. Я еще могла, там, лейкой шла, потом две теплицы стало. И когда уже три теплицы или больше, когда у каждого овощи стала своя теплица, у меня вот эта перечная, тут у меня томаты, там у меня курицы, курицы, курицы. Рано, когда я стала не в силах как-то срываться, да, я уже согласилась на этот капельный полет. И теперь было очень долго не решалось. Я надо было раньше его поставить, установить, потому что я краем не услышала, что люди где-то в других городах устанавливают. Но вот так, посмотрев соседние огороды, я смотрю, нет ни у кого. Как-то же без капельного полета проживут люди. Ну, и я проживу. Вот так все смотрела, смотрела, но теперь смотреть не буду, потому что у соседей до сих пор нет ни у кого теплицы, ни у кого капельного полета проживут, но и сильно урожая нет, если честно. А это все помогает. Все, смотрите, дальше я с вами сразу попрощаюсь. Бочки у нас расположены по-разному, но все они примерно сантиметров на 70, около метра на возвышении по сравнению с тем грунтом, который они поливают. Вот здесь вот у нас рельеф так, ну как, позволяет, что она стоит на пригорочке, а вода с нее, сейчас я покажу, вода с нее идет вот в эту теплицу, которая намного ниже. Видите, она как в низинке, где рельеф не позволяет на горочку поставить. Вот на таких вот, видите, вон та бочка, на таких подставочках, это муж сам варил. Делали, конечно, сами все это, вот, ну как краны там, как-то он вделывал сам все эти переходники. Я не хотела показывать, потому что бы тут еще не скребли вот эти отдаленные участки. Видите, у нас здесь еще не убрано. Я еще пока что в теплицах работаю, в открытый грунт не вышло до конца все облагораживать. Ну вот, смотрите, бочка стоит на возвышении. С нее идет вот этот вот шланг, и он пошел, пошел, пошел. Тут у нас низинка вот так, он пошел, 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 пошел по направлению в теплицу. Сейчас я в теплицу зайду, открою дверь и там покажу, как он. Вот здесь он заходит, вот тут одна зрительница, Александра, она написала, что дверь, наверное, у вас уже не прикрывается плотно, раз шланги идут от воды. Но дело в том, что шланги, они вот тут как методом подкопа делали такую, ну под стеной, маленькую траншейку, сюда шланг заводили, а потом все это, ну так же благополучно можно сделать так, как было, присыпать и все. И вот от этого распределительного, от одного шланга идет во все стороны. Вот смотрите, он идет сюда, отсюда, видите, это крайний ряд, вот он. Отсюда сейчас подцепим будет крайний ряд, в другую сторону идет. Вот эти шланги разрезаны на кусочки, как ряд, так вставка тройничок, дальше пошло. Там ряд, еще одна вставка тройничок. Как бы удобнее, чтобы вам было. И вот тут он зашел, и он разветвляется. Вот на эту половину теплицы раз, две идет. И на ту половину тоже такой же шланг уходит, и там точно так же две штучки. Вот тут у меня еще не разложено. Сейчас туда покажу, разложу. И вот от каждого этого такого тройничка идет вот такой. А там в конце мы просто заглушаем эту ленту. Ну заглушка. Можно чем-то заткнуть. Мы просто делаем, видите, он же обрезанный, мы просто вот так вот закручиваем и вот такую одеваем трубку. Ну и она, короче, дальше вода уже все не идет. Он, конечно, очень, ну, самый простой вот этот полив. И когда спрашивают, забивается, не забивается, бывает иногда, видите, вот ржавчина, это значит, что в воде повышенное содержание железа, и дырочка, это может забиться. Ну тут я зову на помощь мужа, я не знаю, что он делает. Он как-то так вот что-то делает, может быть, иголочка какой-то. Но все технические вопросы, это я прошу помощь друга, мужа. Я делать, я, конечно, сама не делала. Все это он устраивал мне. Просто мы сами, что он, что я, ни разу не видели этот капельный полив. Ну посмотрел он где-то информацию, сделали. Сделать очень просто, потому что мы делали сами в первый раз. И главное знать, что есть, конечно, еще как-то через водопровод, просто к воде подключают, потому что очень сложно найти столько бочек и сделать вот эти подставки, естественно. У нас вот раз, два, три, четыре. Вот в прошлом году мы, когда взялись за капельный полив, нам пришлось устанавливать четыре бочки на участке. А может даже пять, сейчас пойду посчитать. Самое главное неудобство, конечно, это бочки. Я пошла, посчитала по участку. У нас пять бочек для капельного полива. Еще так, вот, просто где я беру лейкой. У нас получается не огород, а царство бочек. Но зато в теплицах, конечно, очень удобно. Открыл кран, все налилось. Некоторые спрашивают, холодной водой или теплой. Вот я примерно раз в неделю поливаю, полила, налила эту воду. За неделю она в такой, в солнечный день, аж до горячего такая нагревается. И потом я, когда эту бочку сливаю, я еще одну наливаю, сливаю. Новую порцию наливаю, и через несколько дней она опять становится теплой. Поэтому получается, что половина теплая, половина холодная. Ну, холодной воды я не боюсь, потому что раньше, когда я поливала из шланга, поливала только холодной водой. Ничего, они у меня к этому привыкшие. Сразу после высадки начинаю поливать холодной водой, вот когда я из шланга поливала. И они адаптируются, все нормально. Вот, это подробности про капельный полив. Сейчас покажу. Конечно, самое сложное, это изготавливать вот эти вот подставки для них. Это нужно все сваривать из железок. А так, устройство у нас все везде одинаковое. В бочке дырка, от дырки идет шланг и в теплицу. Конечно, у нас бочек хороших и не было. Видите, бочки были некоторые дырявые, мы их вот этой вот пеной дырочки заделывали. На каждой бочке крышка. Это естественно, потому что это... Ну, чтобы сорт не попадал, и чтобы шланги не забивались. Капельный полив, все хорошо. Но вот первый период, когда вот... Ой, как красиво груша распускается. Когда вот только-только начинаешь устанавливать вот эти все эти подставки и место искать. Вот это у меня больной вопрос. Какое место дать этой бочке? Потому что она же в этом месте уже ничего не посадишь. Я пыталась под бочками высаживать тоже томаты, но там им солнца не хватает. Все-таки темновато и плохо. И страшно под бочкой обрабатывать. Вдруг бочка приплющит тебя. И, короче, эти вот кусочки пустыми так и остались. Ну, все это, все о капельном поливе. Некоторые подробности. Спасибо. Спасибо. Спасибо.